Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы собрались поразмышлять над таким вопросом. Что же значит быть актуальным? Что такое актуальность? Ведь очень часто в современном мире мы слышим это слово. Актуальное искусство, актуальное кино, актуальный человек. Прежде всего мы бы хотели обратиться к толковому словарю. Толковый словарь дает следующее определение, толкование этому слову. Итак, актуальный, важный для настоящего времени, злободневный, насущный. Слово актуальность, или вернее актуально на речи, толкование этого слова дается следующим образом. Оценка какой-либо ситуации, чьих-то действий, как важных, существенных, актуальных. Каждый из нас, кто сталкивался с научной работой, писал реферат, курсовую, дипломную работу, а может быть и диссертацию, знает, что любое исследование начинается с определения актуальности. Если явление не обладает актуальностью, не актуально, не современно, не злободневно, ну, стоит ли уделять ему много времени. Иначе просто нет смысла заниматься этой проблематикой. Но больше всего меня в данном случае интересует, что же такое актуальный человек, актуальная личность. Все чаще с экранов телевизоров мы слышим о различных людях, чьи действия, чьи, может быть, идеи, чье поведение кажется нам актуальным. Итак, что же такое актуальный человек? Ваня, ну, я вот как раз думаю то, что актуальность чаще всего придается человеку работой. Я сейчас безоценочно это говорю, без плюсов, без минусов, но работа помогает почувствовать себя членом общества и при том, ну, в идеале достойным членом общества. И вот это положение, я достойный, я наравне с другими, я занимаю свою нишу, я принадлежу вот к такой-то социальной группе, это чувство очень ценное. И особенно вот как раз в нашем возрасте, если тебе 20 лет, 25 лет, то тебе очень хочется, скорее всего, как раз принадлежать какой-либо социальной группе. Причем это чувство принадлежности, оно, кстати говоря, работает точно так же и в межличностных отношениях. Это желание, там, дружбы в возрасте 16 лет, желание любви в возрасте, там, 19 и выше. Это вот все чувство желания, там, стремление принадлежать кому-либо, а когда мы говорим о работе, к чему-либо. И вот актуальность, как мне кажется, это востребованность внутренних ресурсов человека. И, конечно же, важнейшее здесь место занимает работа. И вот если говорить о том, что есть на сегодняшний день, сейчас, я думаю, конечно, культовым таким местом, центральным местом будет офис. Ты со мной согласен? Конечно. Принадлежность к деловому миру, участие в деятельности деловых людей, все это дает человеку уверенность в себе, все это дает человеку почувствовать себя, возможность почувствовать себя нужным, тем, что работа, моя деятельность моя направлена на решение каких-то сложных задач. И, конечно же, отвечает тем требованиям, которые современное общество предлагает нам, как вот такие требования важные, злободневные, да, какие-то. Это успех, независимость, самостоятельность, индивидуализм. Но мы об этом говорили в прошлых наших передачах. И работа, связанная с деловым миром, да, работа, связанная вот с бизнесом, она дает возможность человеку почувствовать это. Но не каждый, допустим, студент или выпускник может сразу стать генеральным директором. И иногда человеку предстоит пройти множество ступеней карьерной лестницы. От помощника менеджера, затем стать менеджером, а потом уже занять более какие-то существенные посты в этой иерархии. И вот сейчас очень много молодых людей, как студенческого возраста, да, так и выпускников, начали свою карьеру именно вот в офисе, да, стали работниками офиса. А что такое офис? Вот в переводе это контора, да, канцелярия. Но, простите, мы же не можем с вами, да, язык у нас не повернется, назвать институтский деканат офисом. Или контору ДЭЗа, да, мы тоже не можем назвать офисом. Хотя, в общем-то, внешне это очень похожие структуры. И там, и там люди работают за компьютером, оформляют документацию, там, и там решаются какие-то вопросы. Есть своя иерархия. То есть, внешне много похожего. Но всё-таки деканат — это деканат, это не офис, да, Лиз? Вот. Ну, офис — это какая-то такая атмосфера ещё вот создаётся вокруг этого слова. И, ну, в общем-то, не только атмосфера. Действительно, есть культура офиса. И культура делового общения, она отличается от культуры общения в научной среде, в образовательной среде. Это две разные сферы. И вот небольшой такой смешной пример из моего личного опыта. Я помню, папа, когда мой только начал работать, это было начало 90-х, в частной компании, вот дома я периодически слышала «Офис, офис». И для меня вот это казалось, офис — это вроде волшебного замка. Что-то там такое творится. Папа приходит строгий, в костюмчике, в галстуке, близко не подходи. Я думаю, боже, это место такое святое. И вот через несколько лет он меня взял на корпоративную вечеринку. Что же я увидела? Это святое место, небольшое пространство, ну, несколько жилых комнат. И там вот в каких-то таких маленьких закуточках сидят люди с такими компьютерами. Духота стоит жутко, все что-то заняты безумно. Все это святое место мне так рухнуло. Люди оказались самыми обыкновенными, с какой-то, ну, таким прочитывающимся кодом поведения. Такое детское разочарование, обида. Что же это такое? Обманули. Где тот самый офис-замок? Так. Но, на самом деле, конечно же, культура офисного общения, она есть. И, может быть, тогда, в начале 90-х, она не была очень развита. Сейчас она развивается. Сейчас уже пишут книги о том, как следует себя повести, если ты вступил на порог этого офиса-замка. И как следует какую кофточку одеть, с какой юбочкой, чтобы сочеталось. И не дай бог, чтобы не сочеталось. Это все действительно есть. Вот интересный лист ты обратила внимание. Культура, да, поведение. Часто действительно приходится сталкиваться с такими понятиями, как офисная культура, офисный стиль, деловое общение, дресс-код, в конце концов. Да, слава богу, в общем-то, на моей работе не смотрят, что там сочетается вверх с низом или не сочетается. Как-то больше, ну, человек ориентируется на собственный стиль и собственный вкус. Вот, то есть, офисная культура, вот на первый взгляд, это все-таки культура не очень свободная, да. Это определенная регламентированная культура. Потом ведь бывают разные виды этой культуры. Вот я как раз об этом хотела сказать. Конечно, вот предприятие малого бизнеса, семейный бизнес, да, у которого будет свой офис, да, свое помещение, и крупные нефтяные компании, это абсолютно разные вещи и абсолютно разные стили общения. Люди, которые обычно работают на крупные компании, они себя чувствуют такими служителями культа. И культом здесь будет имя компании или, по-современному говоря, бренд. Вот на этот бренд мы работаем. Я отлично помню, как встретилась с одной молодой девушкой, она работала в компании Danone. И вот разговариваем, разговариваем, она меня со слезами на глазах уверяет, что Danone, ну, честное слово, ну, самая лучшая компания в мире, вот лучше не бывает. А девушка, ну, она действительно была вот одна из умнейших выпускниц вуза, вот, ну, действительно очень умный человек, который поверил, что Danone – самая лучшая компания. Вот я думаю, что в таких крупных фирмах самое главное – это вера. Когда ты начинаешь, вот такая вера, любовь, обожание и уважение. Вот если ты поверил в этот бренд Danone, там, Лукойл или Газпром, ну, я сейчас безотносительно конкретным компаниям, а именно вот о масштабах говорю. Все, тогда ты начинаешь уже выкладываться по полной программе. И, конечно, в таких компаниях очень строго следят и за внешним видом. Есть определенное поведение. Обычно в таких компаниях довольно сильна взаимовыручка, потому что вот есть, опять же, тот самый бренд, ради которого мы все работаем. Ну, ценится инициативность. Ну, я думаю, это какие-то общие вещи, которые все знают. Вот. Другое дело – компании маленькие. Или какие-нибудь салоны красоты. Ведь это же тоже деловой мир. Только дизайнерские бюро – это тоже деловой мир, но с более творческой сферой. Вот там очень часто царит родственная атмосфера. Мы все друзья. Психологические консультации. Там тебе и директор будет другом обязательно, и все твои проблемы тоже разберет там за чашкой чая. Там и все сослуживцы, друзья. Но вот тут есть своя сложность. Человеку, закрытому от природы, довольно тяжело будет в таком маленьком коллективе. Ты только попробуй, не расскажи, что у тебя вчера произошло. А почему ты мне не рассказал, как ты выходные провела? Да ты что, это вообще-то производственный конфликт. Не дай бог вот как-то проявить, ну вот, изоляцию. Не прийти на корпоративные мероприятия. Все, все. Развод и девчья фамилия. Потому что в таких предприятиях малого бизнеса, ну вот, очень тесная, дружественная или родственная, что еще, по-моему, мне не усложняет ситуацию, ну, дружественная связь. Если говорить о рекламных агентствах, это своя среда. Или пиар-компаниях, да, ну, по сути дела, та же реклама, только работающая на человека. Ну, в общем-то, среда очень агрессивная. Среда, в которой чаще всего нет постоянно работающих людей. Там состав обновляется очень часто. Чаще, чем раз в три года. Ну, это связано, возможно, с отчасти креативным характером работы. Вообще, люди, которые идут в такие компании, это люди, в общем-то, с довольно агрессивными чертами характера. Ну, такие вот бойцы. И если ты проявляешь какую-то мягкость, интеллигентность, мнешься с клиентом, все. Нет, 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 ты нам не подходишь. Вот эта излишняя интеллигентность, она может только погубить человека в данном случае. Сложная среда. Тут, конечно, ничего не скажешь. Ну, и, наконец, вот такой пятый вид я хотела бы выделить. Это крупные государственные предприятия. Это, я сюда включаю, и образовательные, и научные, и производственные. Производственные в большей степени. Там, где человек, вот, ну, как на заводе, как в какой-то огромной машине, часть, винтик какой-то, ну, как у Кавки. Человек просыпается, да, и обнаруживает, что он только лишь насекомый. Конечно же, в таких предприятиях будет, не будет цениться, там, чрезмерная активность, инициативность. Упаси Господь, такое проявить. Наоборот, люди податливые, которые, вот, слушают очень внимательно начальство. Вот, такие вот люди оценятся, люди скромные. Не дай бог яркий макияж. Зачем? Это не нужно. Это не нужно. Ты всего лишь винтик. Вот, опять же, мне здесь вспоминается такая параллель Кавка, да, которая описывала в романе процесс. Человек, он не понимает, ни за что его судят. Идет следствие, он не понимает причины. Но он допускает то, что его судят без причины. И вот за это он и поплатился в результате, в конце романа. Здесь то же самое. Я сам допускаю, что мою личность низводят почти до нуля. Ну, простите. Вот, ты превращаешься вот в такой винтик. Но, конечно, в таких предприятиях государственных не разработана в такой степени офисная культура. Вот здесь тоже надо отличать частные предприятия одно, а государственные совсем другое. Ну, и тут, конечно, уже каждый будет для себя выбирать. И ведь это все называется деловым общением. Кстати, по поводу делового общения я бы тоже хотел поделиться своими впечатлениями. Самое удивительное, что в педагогические вузы сейчас, особенно это касается филологических факультетов, приходят семинары, курсы по выбору, которые так и называются – особенности делового общения. У меня возникает вопрос, зачем будущим учителям русского языка и литературы проходить курсы делового общения? Преподаватели так и говорят, я не верю, что вы пойдете работать в школу. Ну, тут есть значительная доля, правда. Вы не пойдете работать в школу. Вы станете секретарями, референтами, в лучшем случае менеджерами в какой-нибудь компании, либо маленькой, либо в крупной. И вам тогда те знания, которые я вам передаю, они пригодятся. И действительно, обучаются, люди обучаются жанрам делового общения. А деловое общение реализуется, как правило, в двух основных формах. Контактное общение – это когда люди общаются непосредственно. И бесконтактное, то есть с помощью интернета, телефонных переговоров. Виды общения, специфика общения. И тут меня что удивляет? Две цели. Деловое общение ставит две цели. Ну, первая цель – это обмен информацией, в принципе, это понятно. А вторая цель – удачно и без конфликта, но реализовать какие-то свои цели, задумки. Ну, проще говоря, навязать клиенту свою точку зрения, навязать свой товар и сделать это так, чтобы он не понял, что ему навязывают. Заставить его поверить, что ему действительно нужен именно этот товар, именно эта торговая марка и так далее. То есть вот такое вот словесное, вербальное, да, может быть, отчасти невербальное манипулирование клиентом. Вот, собственно, этому сейчас и обучают в рамках курса «Деловое общение». И вот еще раз повторю, очень я удивлен тому, что подобные курсы, может быть, и нужные, и необходимые для вуза экономического, финансового, да, где готовят менеджеров, специалистов по маркетингу. Вот, а тем не менее, их теперь преподают и на филологических факультетах в педагогических вузах. Вот такое наблюдение. Как говорится, филологический факультет – широкий профиль, имеем все, да? Да, широкий профиль. Вот, Ваня, я не знаю, видел это или нет, в последнее время очень много книг появилось НЛП. И я отлично помню то, что лет пять назад я даже не понимала, что означает это НЛП. Теперь это уже все знают. Чуть ли не НЛО, да, для нас. Да, да. Вот очень часто даже через филологию, ну, через психологию, психологию с филологией, вот такая там смесь, учат людей, как правильно выстраивать деловое общение. Но это действительно не просто деловое общение уже, речь идет о манипулировании. Другое дело, что даже тем, кого учат, это подается так. Вы не будете никем манипулировать. Вы просто поможете людям сделать свой выбор. Формулировок можно найти массу. Благо, русский язык у нас богатый. Богатый. Да. Ну, вот это все деловое общение. Насколько молодому человеку это позволяет почувствовать себя актуальным? Ты знаешь, Лиз, а давай зададим этот вопрос нашему гостю, который вот-вот появится в нашей студии, и попробуем выяснить мнение человека, который и учится, и одновременно работает вот в бизнес-сфере. Итак, мы приглашаем сюда, в студию нашего гостя, студентку Московского государственного университета, МГУ, Куаове Джойс. Джойс, вот первый мой вопрос. Ну, представься сначала, расскажи, где ты учишься и где ты работаешь. Как вообще совмещаешь учебу, работу? Ну, начнем с того, что зовут меня Куаове Джойс, что звучит немного странно для студентки, обучающейся в России. Ну, вкратце объясню, мой отец родом из Африки. Я учусь в Московском государственном университете имени Ломоносова. В данный момент на факультете глобальных процессов, специализация которого – международные отношения. Ну, могу сказать, что до этого я получила два года образования там же, на социологическом факультете, на отделении маркетинга, что считаю полезным опытом, особенно, что касается делового общения. И ты вот как раз эти знания использовала, когда пошла на офис, на работу, я так понимаю? Да, в принципе, хотя знаний на тот момент было еще мало. Это было окончание первого курса, когда я пришла первый раз. Ну, все-таки что-то мне понадобилось. А что за работа? В чем специфика ее заключается? Ну, если говорить о той работе, которая была после первого курса, то это была компания «Подиум». Это одна из ведущих фирм в фэшн-индустрии российской. Это сеть бутиков, занимающихся модной одеждой, вот ведущих кутерье мира. Ну, в принципе, работа моя заключалась там в том, что я была ассистентом главного менеджера в отделе маркетинга. К сожалению, в связи с учебой мне пришлось бросить эту работу, но, между тем, деньги нужны каждому студенту. И в данный момент я работаю на две фотофирмы из Сибири, «Реалфото» и компания «Титан». Опять же, своего рода ассистентом. Ну, а вот расскажи, ты когда первый раз попала в офис, да? Ну, это даже не офис, я думаю, там особая атмосфера, да, в «Подиуме». Ну, вот твое первое впечатление, первое ощущение, что ты испугалась, или как, или наоборот, такая эйфория была, вот я здесь работаю. Честно говоря, первый раз, вот первое самое впечатление, это когда я попала туда на собеседование. Это вышло совершенно случайно, признаюсь честно. Я летом работала в магазине от этой фирмы, решила подработать продавцом, ну, то есть просто консультантом. Но так сложилось, что там освободилось место ассистента, и тут мне предложили, видимо, им просто запомнилось мое имя, и то, что я учусь в МГУ, мне предложили должность ассистента. Я пришла на собеседование, я увидела огромный офис, стеклянные стены в нем, чем-то занятых людей, суетящихся. Я подумала, что, вау, как же мне здесь нравится. Прошло собеседование, все было замечательно, первые впечатления были хорошими, но потом они, если честно, развеялись в какой-то степени. То есть наоборот, всегда страха не было, а вот именно такая радость, что вот я среди этих людей и стеклянных стен. Чем-то мне, Лиза, это твою историю напоминает, да, когда сначала кажется, что ты попадаешь в некий священный замок, ну, а потом реальность все-таки заставляет немножко по-иному... Стеклянные стены рушатся, да. Да, да, по-иному взглянуть на окружающий мир. Вот, Джойс, такой вопрос возникает. Вот, ты во многих офисах была, работала, знаешь всю эту культуру, корпоративную культуру. Вот, каковы законы этого мира, делового мира? В чем проявляется вот эта вот офисная культура или офисный стиль, как мы определили сегодня с Лизой? Ну, могу сказать честно. Не хочу показаться пессимистом, но какие-то романтические мысли об офисе можно откинуть сразу. То есть, на самом деле, там существуют свои неукоснительные законы, которых нужно следовать. Вот, насколько я помню, то, что не давало мне покоя во время работы в офисе, это слово «субординация», которое звучало буквально на каждом шагу. То есть, человек должен уметь вести себя так, как предполагает его должность. И, к сожалению, мне кажется, что в российской действительности неправильно немного интерпретируется слово «субординация». То есть, у нас принято на это смотреть, как вот есть хозяин определенный, который выше тебя по положению в какой-то офисной иерархии. И есть ты, ты его подчиненный, и он может обращаться с тобой так, как, в принципе, ему вздумается. Я считаю, это не совсем правильно. Нужно помнить всегда об уважении к человеку. Вот это мне кажется, или все-таки звучит сейчас какая-то личная обида, вот такая наболевшая? Да, да, признаюсь, она была. Когда ты стараешься, выкладываешься, там было двое ассистентов, я и еще одна девушка, тоже, кстати, из МГУ. И порой казалось, что с нами обращаются так, как будто мы обязаны буквально самые какие-то низкие обязанности выполнять и не роптать при этом. Но это зависит от личных качеств человека, или все-таки среда формирует человека таким? Так относящимся к кому-то, кто ниже? Да. Честно говоря, мне кажется, что и то, и другое. То есть, если человек, он от природы своей, по природе своей, вернее, он относится с уважением к людям, то он может в себе это перебороть, вот это вот чувство власти. Но если же человек не благороден по натуре, то, к сожалению, власть, мне кажется, охватывает его до такой степени, что он считает, что дозволено ему все. Я думаю, это вот такое искушение властью показать то, что я выше вас всех, и всеми управлять. И управлять не только на деловом уровне, в деловых сферах, но и уже на межличностное это переходит. А когда это переходит на межличностное, то вот и звучат вот такие вот обиды-то потом. Конечно, это естественная реакция. И вот тут я нахожу для себя ответ на вопрос, почему деканат не офис? Потому что у меня на работе... У меня декан хороший, да? В чей кабинет ты не придешь? К декану, к проректору, да к самому ректору. Тебя встретят с уважением. Потому что видишь перед собой не декана или ректора, а ученого, доктора наук, который с уважением тебе объяснит, что, где, поможет, выручит в нужный момент. Вот у нас, например, на работе так. И ни о каком властолюбии, честолюбии, желании подавить того, кто стоит ниже, конечно же, об этом речи не идет. Хотя мы имеем представление о субординации, о каком-то уважении. Есть иерархия, при том иерархия достаточно строгая. Но вот личное качество человека как-то все ставит на свои места. И нет вот этого трепета, когда ты входишь в кабинет к начальнику, какой-то боязни, что тебя выгонят, тебя обидят. Вот этого вот нет. Такая очень нестрессовая атмосфера, что большая редкость, как мне кажется, для нашего времени. Потому что работа в первую очередь для многих соотносится с стрессом. Я вот не знаю, как это было для тебя, но это я часто встречала. И особенно на первых порах, когда тебе... Ведь постоянная проблема молодежи, ты приходишь устраиваться на работу, и первое, что ты слышишь, а как мы вас возьмем без опыта работы? И вот где брать этот несчастный первоначальный опыт? Вот какая проблема, очень часто встает. И вот, я как понимаю, тебе, Джуэль, в какой-то степени повезло, у тебя уже есть сейчас этот опыт работы, да? Это очень здорово тебе потом... Хотя бы ты не будешь сталкиваться, что где же ваш опыт работы с таким вот. А вот расскажи мне о корпоративных всяких мероприятиях, особенно вот в подиуме. Ну, могу сказать так. К сожалению, в подиуме я работала не столь долгое время, поэтому я не застала каких-то таких мероприятий. Но когда я подрабатывала в каких-то других местах, я успевала все-таки уловить такие моменты. Ну, что я могу сказать? Опять же, пессимизм. Потому что, наверное, во времена СССР как-то было принято, опять же, когда ты где-то работал, какие-то там посиделки, совместные мероприятия и так далее. Но обычно все сводилось к столу, грубо говоря. И, к сожалению, в наше время корпоратив, такое западное веяние, да, оно немножечко не вписывается в менталитет российского человека. То есть все равно, хоть и подразумевается то, что вы вместе куда-то отправитесь, да, будет какое-то совместное мероприятие, где вы сможете узнать друг друга лучше, раскрыть какие-то качества друг друга и приблизиться друг к другу, все равно все сводится к тому, что порой потом стыдно просто прийти в офис на следующий день. Понятно. Хотя зависит от коллектива. Теоретически корпоративные мероприятия, они направлены на сплочение коллектива, чтобы, в конце концов, в любимой фирме было от этого лучше, чтобы потом не перессорились все. Это сплачивает коллектив это все-таки или нет? Я думаю, что да. Сплачивает. Несмотря на какие-то там, может быть, минусы и так далее, я думаю, что да, потому что это помогает расслабиться. Все-таки костюм, на мой взгляд, да, это вот не только пиджак, галстук и так далее, это определенная маска. Ты ее одеваешь, ты ведешь себя согласно каким-то правилам, которые тебе эта маска диктует, да, и, соответственно, твой офис диктует. А тут ты можешь прийти там в джинсах, в майке, ты будешь чувствовать себя свободнее, ты можешь поговорить о семье, о детях и так далее, хотя и на работе, конечно, тоже. А вот в эти моменты ты можешь нарушить субординацию? Ой, ну скажу честно, наверное... Лучше не рисковать, да? Лучше не рисковать, ну хотя я в свое время как-то так попробовала подойти к главному менеджеру и что-то такое ему сказать, я уже не помню что, но какую-то шутку ему сказать. Потом все было вполне нормально. Наверное, мне просто повезло. Но я не знаю, вот может ли корпоративные вот эти мероприятия, могут ли они как-то сблизить людей настолько, что уже вне корпоративной вечеринки, а на работе, в офисе, люди станут ближе друг к другу? Ну, могу сказать так. Конечно, они будут видеть какие-то новые друг в друге стороны, но, мне кажется, когда они возвращаются в офис, они снова чувствуют себя в своего рода оковах. Поэтому либо мы будем проводить эти корпоративы чуть ли не каждую неделю, чтобы как-то приучить их к этому, да? Либо не будем ждать чего-то сверхъестественного от этих корпоративов. Но все-таки плюсы есть. Забавная получается ситуация. На корпоративе мы дружим, но в офисе мы, в общем, довольно-таки жестко порой подавляем друг друга. Ну да. А тренинги психологические, ты вот с этим сталкивалась? Нет, к сожалению, с этим мне не удалось сталкиваться, хотя, думаю, полезная вещь. Я вот, ну, когда готовилась к передаче, я расспрашивала своих знакомых, которые работают в таких крупных компаниях, вот как раз они говорят, что действительно то, что работает, да, это не корпоративные мероприятия, а психологические тренинги, потому что, ну, они уже целенаправленно вот так вот действуют, либо там на расслаблении, установлении каких-то нормальных отношений в коллективе, либо они учат, как более успешно продавать, куда более действенны, чем вот эти праздники. Ну вот, я воспринимаю эти праздники скорее как такую маску, за которой стараются, ну, в общем-то, скрыть свои настоящие цели, да, а так мы все сходим и повеселимся. И чаще всего вот люди, которые уже долгое время работают в компании, они не верят сами в это веселье. Ну, веселятся, потому что так нужно. Да. А меня еще один вопрос такой волнует. Мы уже немножко подошли к нему. Дресс-код. Вот обязателен ли он в офисе? В чем он заключается, да, то есть какой стиль в одежде, ну, приветствуется? И для чего он нужен? Вот с твоей субъективной точки зрения. Хорошо. Сначала скажу насчет дресс-кода в подиуме все-таки, потому что так как действительно эта компания, относящаяся к фэшн-индустрии, там дресс-код был своеобразным. Чем более стильно ты одет, тем лучше тебя воспринимает коллектив. То есть там не было каких-то жестких правил по поводу костюмов и так далее. Ты должен был просто соответствовать тому месту, в котором ты работаешь. А что касается других компаний, с которыми мне приходилось сталкиваться, там, допустим, по моей нынешней работе, да, приходить в какой-то офис, в принципе чувствуется, что люди стараются, даже если это не прописано какими-то там гласными, такими общепринятыми правилами, люди стараются одеваться как можно более сдержанно, более официально, то есть это какие-то серые тона, там, конечно, есть отклонения, что-то вроде черных, бежевых и так далее, но в целом быть нейтральными, потому что в офисе ты должен проявлять себя исключительно, ну, что касается твоей непосредственной работы. Как рабочее звено, не как личность, а как рабочее звено, по сути дела, так? Именно. Ну, я считаю, что отчасти это правильно, это как ввести форму в школе, никто не должен выделяться, все должны показывать свое я за счет своих каких-то умственных способностей, а не за счет того, кто что может себе позволить. С другой стороны, подавление личности даже таким образом никогда не ведет, ну, на мой взгляд, к чему-то хорошему, потому что если человека пытаются приравнять к чему-то, даже путем дресс-кода в офисе, к сожалению, это зажимает его, мне так кажется. Вот ты об этом сейчас упомянула, и вообще я очень часто слышала то, что офис, он подавляет человека, там, бизнес подавляет человека, или вот один мой знакомый, который проработал вот с начала 90-х в этом бизнесе, занял очень высокое положение, он мне недавно с такой большой горечи, сказал, бизнес делает человека каменным. Вот от многих я это слышала. Вот на твой взгляд, вот, в общем-то, ты сейчас только пока начала, да, работать в этом деловом мире, офис, он действительно подавляет человека? Думаю, да. С очень многих сторон, думаю, да. Тогда почему люди ищут именно актуальности в офисе? Ну, потому что в данный момент люди стремятся к тому, чтобы чего-то где-то добиться, где-то себя показать. И так как у нас перешло вот это западное веяние, мода на офисе, значит, должен быть актуальным именно там, там, где все развивается, как люди считают. То есть именно мода определяет то, что мы ищем свои актуальности там, где, в общем-то, твоя собственная личность будет подавляться, я так понимаю? Мода действительно, потому что, ну, на мой взгляд, потому что людям свойственно идти туда, куда вот Петя Васечкин захотел, пойти, он туда пробился, чем я хуже Петя Васечкина. И с другой стороны, деньги. То есть очень часто получается, что то, где ты себя можешь проявлять очень открыто, со всех сторон и так далее, не приносит тебе денег. В офисе, да, ты зажат, ты подавляешь себя, но ты получаешь за это в конверте определенную зарплату, ты рад этому, ну, приходится. А как же сохранить свое лицо, находясь в этой культуре, в рамках этой культуры? Как, вот тоже интересный вопрос встает, быть или казаться, да? Вот ты тот, кто есть, или ты должен казаться кем-то определенным, да? Как найти гармонию, равновесие между вот этими двумя понятиями? Как все-таки остаться самим собой? Ну, мне кажется, если честно, что стоит уметь совмещать это быть и казаться. То есть брать свое быть и преображать его слегка так, чтобы это было казаться. То есть ни в коем случае не врать, я не говорю об этом, хотя это очень распространено сейчас, к сожалению. Но уметь как-то приукрасить свои лучшие черты так, чтобы преподнести их с наиболее выгодной стороны. Уметь себя подать. Да. Причем так, чтобы ты четко вписывался в эту иерархию, чтобы ты не выпадал из нее, чтобы ты подходил к каждой ситуации, к каждому определенному человеку наилучшим образом. Быть актером. Ну, да. То есть иначе говоря, подлаживаться под ситуацию, но стараться при этом помнить, что я это я. Да. Так? Но брать самое лучшее от своего я. Остальное оставлять на потом, на дом, к сожалению, очень часто получается. Вот ты человек творческий, вот ты можешь представить себе такую ситуацию? Вот ты сейчас, кстати говоря, работаешь не в фэшн-индустрии, да? В фото-компании. Это уже куда менее творческая сфера, чем твоя предыдущая работа. Вот ты можешь сохранять какую-то творческую жилку в себе, да? И одновременно работать, ну, в таком, в общем, довольно скучном офисном режиме. Честно скажу, я пытаюсь от этого убежать. Я пытаюсь сейчас найти что-то, где я могла бы себя проявлять именно с творческой стороны, потому что для меня, ну, это отчасти большое мучение подавлять это в себе. Однако я не отрицаю того, что, возможно, годам к 30, например, мне придется прийти к тому, чтобы забыть о каких-то своих любимых таких творческих сторонах жизни и перейти четко к офисному режиму жизни. Но, надеюсь, этого не произойдет. Все-таки перспективу ты видишь именно связанную с офисом, да? К сожалению, мне кажется, так как наше общество идет именно к этому, то я не смогу просто выпасть из него или поплыть против течения, как бы я ни пыталась. В 20 лет это делать легко, но, к сожалению, в 30 лет, в 40 лет это все сложнее и сложнее, мне кажется. В 20 лет это легко еще и делать, потому что все-таки ты одна, да? А если вот у тебя появляется семья, то тут уже не одна. И одно дело, когда ты один идешь на пролом общества, а другое дело, когда ты других людей начинаешь тащить за собой на пролом общества. А это уже куда более сложная ситуация. И каждый молодой человек и молодая девушка рано или поздно с этим сталкиваются. Вот мне сейчас вспоминается такая, ну, действительно, отчасти книжная, классическая, архетипическая ситуация. Ипсон ее описывал, когда Бранд, да, он заставляет свою жену принимать вот эти нормы, которые вот крайне-таки против общества. Они живут в уединенном месте, он служит, и, в общем-то, от нищеты погибает их сын. И вот тогда он начинает задумываться, а ради чего я шел против общества, когда погиб мой сын. А с другой стороны, мы отлично вот можем, ну, так оглянуться, пройти по центральным улицам, да, Москвы, Петербурга или других крупных городов. И мы действительно увидим, как идут навстречу каменные люди. У нас была передача «Столица и провинция», и мы говорили о том, что в столице это мир каменный, да. И это действительно так. И стоит ли тогда офисная культура может быть тех жертв, которые мы отдаем? Это очень сложный вопрос. И мне кажется, действительно, ты сказала, найти середину между быть и казаться, да. Вот ее, наверное, надо искать каждый раз. И если смотреть на каждую конкретную ситуацию, то, может быть, все будет совсем не так катастрофично. Я знаю очень многих людей, ну, вру, я не многих знаю, но такие люди есть, которые действительно достигли успеха в бизнесе, но при этом они занимаются вот один поэзией, другой рисует, третий лошадей собирает. То есть, ну, вот какую-то отдушину они находят, четвертые, там, какие-то персидские ковры коллекционируют. То есть, как-то, в чем-то человек себя проявляет, находит эту сферу проявления и вне офиса. И вот, мне кажется, это очень важно для себя понять, то, что вот есть работа, то, что я обязана сделать, в первую очередь, даже не для себя любимого, да, чтобы купить там себе часы какие-нибудь необыкновенные, а по отношению к другим людям, которые живут вместе с тобой. И есть другая сфера жизни, и чтобы я оставался человеком, я должен научиться как-то проявлять свое я творчески, в первую очередь, и, наверное, вне бизнеса. Вот, мне кажется, вот такое разделение, оно поможет человеку сохранить себя. Вот у меня возник, походу, вопрос, Джойс, скажите, пожалуйста, а вот что значит, на ваш взгляд, быть актуальным человеком сегодня? Что значит актуальный человек, в принципе? Ну, наверное, самый распространенный ответ, обычно, если так провести, что-то вроде соцопроса, будет зарабатывать деньги, добиться какого-то высокого места в какой-то высокой такой дорогой компании и так далее. Но, если честно, я бы не стала придерживаться этой точки зрения, это мое субъективное мнение. Я считаю, что быть актуальным, это значит, когда ты находишь в себе свои самые лучшие стороны, ты способен определить все богатство своих внутренних ресурсов, способен их применить, и ты находишь свою харизму и не даешь ей, что называется, погибнуть внутри тебя. То есть ты, по сути, вот как я уже говорила, определенного рода актер, и ты умеешь играть. Вот тогда ты актуален, мне кажется. Но это вступает в противоречие вот с офисной культурой, да, которая зажимает, которая не дает возможности выйти от энергии наружу, творческой энергии, в первую очередь. Очень часто вот эта реализация харизма будет измеряться в денежном эквиваленте. Вот как бы цинично это ни звучало, но сейчас в современном мире, если посмотреть честно, мы увидим то, что это очень часто измеряется в денежном эквиваленте. Лиз, а вот я слушаю внимательно наш разговор, и у меня возникает образ таких весов. С одной стороны деньги, с другой стороны мода. Да, вот как упомянула Джойс про Петю Васечкина, который пошел в офис, да, так все-таки деньги как-то связаны, да, обусловлены модой. Мода деньгами. Или все-таки одно другое перевешивает. И вот можем мы представить, ну, гипотетически, да, что вдруг с завтрашнего дня у нас возникает мода на преподавание в школе. И все те, кто был в офисе, да, все бегут работать в школу, вспоминая, что где-то там у них лежит красный диплом учителя, там, старших классов. Или вдруг возникает мода на конструкторские бюро. И все бегут в эти конструкторские бюро, вспоминая, что есть у них диплом инженера. Но это вот такой, может быть, вопрос риторический. Все-таки мне кажется, что деньги деньгами, да, но вот фактор навязывания вот этой вот офисной культуры. Я уже как-то упоминал, в какой-то передаче есть плакат, в метро висит. На плакате женщина, красивая, перспективная, и надпись. Когда я прихожу после утомленного дня из офиса, да, я там беру такой-то журнал читать. Но даже вот это слово офис с лингвистической точки зрения здесь неуместно. Фраза какая-то немножко корявая получается. Когда я прихожу с работы после усталого дня, я беру в руки журнал. Нормально. Почему идет акцент именно на офис? Неужели этот журнал доступен только офисным служащим? Вот такой вот вопрос у меня возникает. Или здесь подспудно тебе говорится о том, что офисная культура это культура актуальных, перспективных людей. Никакая другая культура, никакая другая работа не является актуальной, перспективной. Я думаю, что, конечно, да, сейчас общество диктует, что офис это место, где ты можешь реализоваться, в скобках, потому что нам это надо. Джойс Лермонтов говорил, печально я гляжу на наше поколение. Ваш взгляд на наше поколение? Мой взгляд, как я уже не единожды повторяла, пессимистичен, потому что, отчасти, вернее, пессимистичен, потому что, если мы будем скатываться исключительно вот к офисной жизни и к подавлению себя, мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. С другой стороны, наше поколение, я считаю, достаточно ленивым, к сожалению. Но я смотрю исключительно на тех детей, с которыми я учусь в МГУ. Есть такое понятие, широко известное, золотой молодежи. К сожалению, их там много, и они еще не сталкивались с чем-то, что могло бы их лишить розовых очков. Поэтому это поколение, оно слишком лениво. Но я думаю, все шансы выйти вперед у него есть. Я надеюсь на это. Ну что ж, спасибо. У нас заканчивается время, и мы благодарим нашу гостю за интересные размышления, за ответы, которые действительно заставляют задуматься нас над тем, что такое офисная культура, офисный стиль, над тем, что такое офис, действительно, это романтическая мечта или иллюзия. Вы знаете, друзья, я глубоко убежден, что то, что есть в нашей жизни, не нужно отвергать, отметать, не нужно закрывать на это глаза. Офисная культура действительно есть, она развивается. В какой-то степени, может быть, она навязывается, но таковы, наверное, требования времени. Но, с другой стороны, офисная культура, это не единственное, что у нас есть. У нас есть разные профессии, и проявить себя, и быть актуальным человеком, на мой взгляд, можно и на месте учителя, да, и работая в поликлинике, да, или в больнице, и на производстве, и, наконец, на стройплощадке. Профессии все нужны, мы не будем это отрицать. На этом мы и заканчиваем нашу передачу, и прощаемся с вами. До свидания, друзья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова